Если мы говорим о развитии Амурской области Если простыми словами, то Думаю, здесь будет неплохо Придется много потрудиться Наглядно мы можем это видеть на городе свободно Ой, тут у нас вообще, мы же попали в президентскую программу Миллиарды, миллиарды рублей Ну, развивается город, короче Ну, вот, газ у нас проводят Это крупнейший завод в России Достаточно молодая, активная команда Мы поможем зайти в территорию переезжающего развития Ну что, начинать будем? Сегодня мы формируем комплексный план развития нашей территории Как и все субъекты Дальневосточного федерального округа Область будет развиваться по шести центрам экономического роста Это центр добычи полезных ископаемых Он сосредоточен на севере нашей территории И основан на проектах золотодобычи Освоения угольных месторождений, таких как Агаджа Соответственно, в комплексном плане предполагается развитие инфраструктурных и социальных проектов Привязанных к территории севера Также и следующий центр экономического роста Это центр газохимии и нефтехимии Ну, вот, газ у нас проводят Ой, тут у нас вообще, мы уже попали в президентскую программу Как и инвестиционный проект, который реализуется на нашей территории Газоперерабатывающий завод и магистральный газопровод силы Сибири Так и город свободный, которому тяготеет этот центр экономического роста С такими инвестиционными проектами Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России И одним из самых масштабных производств по переработке газа в мире Также Амурский ГПЗ займет первое место по производству гелия в мире Комплексный план развития города Свободного Сформирован, утвержден постановлением правительства Российской Федерации 22 июля текущего года Решение президента Владимира Владимировича Путина Распоряжение подписано Дмитрием Анатольевичем Медведевым И, соответственно, мы оформляем пакет документов, корректируем Корректировка это несложно на самом деле Самое главное мы понимаем, что есть объект, который в действительности нужен 49 миллиардов рублей, куда входят как частные инвестиции На развитие социальной инфраструктуры, так и федеральный и областной бюджет Сегодня наша задача, используя такую важную И, скажем так, большую возможность при принятии такого решения Подтянуть возможности города хотя бы к тем нормам, которые сегодня требуются по всей стране Сейчас мы серьезно с Министерством по развитию Дальнего Востока Работаем над источниками реализации всех этих мероприятий Придется много потрудиться, сообщая И я, честно говоря, рассчитываю на поддержку компании «Газпром», Компании «НИПИ», компании «Сибур» И они много сегодня делают для того, чтобы мы, сообщая вместе с федеральным правительством При поддержке Владимира Владимировича Путина этими вопросами справились Я думаю, у нас все получится Мы сейчас занимаемся тем, что формируем целопланы школы, садиков, коммунальные инфраструктуры Много-много других проектов Город свободный, будет развиваться Мы понимаем, что нам нужно построить еще 6 школ, 3 детских сада Построить объекты здравоохранения по спецификам здравоохранения Первоочередными объектами там является строительство родильного дома Реконструкция женской консультации И другие объекты здравоохранения, которые нужно реконструировать или сделать капитальный ремонт Ну, развивается город, короче Как он развивается? Я думаю, все-таки стройка – это такой долгосрочный проект И поэтому мы надеемся, что наши строители хороший завод построят А вы, когда школу будете заканчивать, с родителями посоветуйтесь Какие рядом объекты, заводы будут возникать? Потому что вам, я так понимаю, много специалистов нужно будет И куда нужно потом идти учиться после школы? Какую специальность, какую профессию получать? Порядка 5000 новых рабочих мест появится здесь Больше населения будет Ну, во-первых, сейчас открылся бассейн, это очень хорошо Дороги новые делают, тоже очень хорошо Дома Бабушка старенькая, 80-го года Хоть отдохнет ни воды, ни дров не надо То есть, радость Счастлива просто Пойдемте чай, пойдем Следующий приоритет – это туристическая рекреационная зона Так называемая точка экономического роста Она тяготеет, конечно, ближе к границе с Китаем Она захватывает районы города Благовещенска и Благовещенского района Здесь мы ее связываем с развитием торговых и туристических отношений с Китаем Туристические маршруты, туристические проекты Транспортно-логистические проекты, которые призваны развивать и туризм Это строительство моста, которые сейчас в активной фазе Еще комплексный план Амурской области включает в себя такие центры роста, как агропромышленные южные территории Энергетические, привязки к нашим энергетическим объектам, гидроэлектростанциям И космические центры экономического роста Каждый из центров экономического роста включает в себя инвестиционные проекты В привязке к развитию социальной и инженерной инфраструктуры Поэтому, я думаю, здесь будет неплохо На сегодня у нас созданы три территории опережающего развития Это территория Белогорск, Преамурская Они созданы еще два года назад Это первая территория опережающего развития у Минвостока Нашего конкурирующего министерства И в этом году создана территория опережающего развития Свободной Это налоговые льготы в первую очередь Налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество Первые пять лет – ноль Последующие пять лет идет 50% от тех налогов, которые платят обычные производители Соответственно, это достаточно колоссальные преференции, прецедент которых не было до настоящего времени До появления территории опережающего развития Очень важно, что стать резидентом Тора может любой бизнес, начиная от 500 тысяч рублей То есть, это наш малый бизнес И мы призываем здесь поработать в этом отношении Малый бизнес, который хочет получить эти преференции Мы поможем зайти в территорию опережающего развития Для этого у нас создано агентство по привлечению инвестиций Если простыми словами, то фактически агентство – это то место, где с инвестором на понятном языке Понятным инвестору языке будут решаться все его проблемы Будут реализовываться его проекты Для нас важно, чтобы бизнес чувствовал динамику в субъекте Динамику улучшений, динамику административных Сокращение административных процедур Соответственно, в целом улучшение того инвестиционного климата, как признано называть, в нашем субъекте Мы действуем по принципу одного окна Что это значит? Инициатор, который обращается в агентство Автоматически получает специализированного менеджера Который решает все его проблемы И по одноканальному принципу проводит все согласительные процедуры Как с исполнительными органами власти, с местными органами власти Так и с ресурсоснабжающими организациями Например, на первом этапе Начиная с составления организационного плана и до полного пакета документов С резидентом ТОР Белогорск Который как раз таки сейчас строит цех по производству пиломатериалов У нас ушло порядка двух месяцев Он к нам обратился в июле И в сентябре месяце в рамках Восточного экономического форума Он уже получил статус резидента территории опережающего развития Так случилось, что Амурская область вошла в 30 регионов Которые оценил клуб лидеров Клуб лидеров – это крупнейшее деловое объединение Состоящее из реальных предпринимателей Среди специализированных организаций Было отмечено клубом лидеров Что достаточно молодая активная команда Которая понимает, о чем говорить с инвестором И что ему предложить Здесь не надо бояться Мы открыты к диалогу Как в Министерстве экономического развития Так и в агентстве Всегда расскажут, как стать резидентом ТОР Не надо привязываться к земельным участкам Есть у меня земля или нет земли Конечно, должны быть помимо идеи Помимо желания Должны быть еще инвестиции Это, наверное, самое важное Должен быть капитал, который необходимо вложить Хотя бы какой-то первоначальный А все остальное мы поможем Ну вот, наверное, самые показательные прецеденты И нас отмечают на Минвосток развития В этом плане, что амурские ТОРы Они как пример для развития малого и среднего бизнеса У нас самый один из первых резидентов Это компания Бел Хлеб И мы возим их продукцию на выставки, ярмарки, форумы У них есть пряник ТОР То есть они сделали специальный пряник В виде ТОРа, да, где написано То есть мы его назовем ТОРовским пряником Это тоже положительный опыт Но нельзя отрывать развитие экономики От обычных наших жителей Амурской области Народ у нас здесь хороший все-таки, да? Доброжелательные люди Отзывчивые Идешь, все здороваются Все знакомые, да? Очень хорошо, приятно Потому что это, как я уже говорила В любом случае, мультипликативный эффект Чем больше улыбаешься, тем дольше живешь Так что стараемся побольше улыбаться